ангел это наша психическая сущность психическая сущность за год до рождения каждый из нас встречаясь с этими представителя книги елены петровны который называется голос безмолвия где она удивительным образом так поэтично рассказала о чертогах 4 чертога 1 от рождения до 12 лет чертог неведения здесь родился здесь умереть ты должен память о прошлом тебя оставляет это мы нашли фразу в ламрине а елена петровна говорила только о чертоге чертог неведения в чем суть его этого чертога и таким образом смотрите после рождения до 12 лет идет постепенное забывание от всего того что с нами было до рождения эзотерическая доктрина нам говорит о том что мы 48 лет существуем до рождения наше сознание формируется в своих аспектах и вот это все постепенно к 12 годам забывается поэтому разговор с детишками до 12 лет но особенно до 7 особенно до 3 лет очень важно потому что они еще помнят все что было с ними предыдущих рождениях знаете это не должно шокировать взрослых они должны понимать что детки это помнят следующий чертог познания с 12 лет до 27 так как говорится что здесь найдет душа твоя цветение жизни под каждым цветком змея сокрыта ты жизнь познается но это все мир иллюзий который человек раскрывает следующий чертог 27 лет до 42 называется чертог мудрости не медлит мудрый в радостных пределах обманных чувств сказано насчет голоса безмолвия то есть мудрый постоянно двигается в своем познании никогда не останавливается в каких-то там законченных формах формах знания 42 начинается долина всеведения свет сияет во славе несказанной несотворенный живет в тебе вот для меня вот это вот ключевая была фраза когда я с ней столкнулся в тексте до для понимания того что искусственно создать человека невозможно а искусственное создание начинается со случайного зачатия или там и коза чатия или все что угодно смешение там раз это все неестественное зачатие а искусственное несотворенное в нас живет и если идет естественное рождение человека то вот это несотворенное как раз и проявляется они сотворенные то вот однажды от начала мангвантары один из аспектов божественной природы двое по два на семи зонах вот один из них становится нашу индивидуальность у которой вот перевоплощается перевоплощается являя понятие чит когда пришла кармический долг чит увлекается танкой и на колесо времени соприкасается и вот это и есть феномен нашего индивидуального рождения имея калачакру как система мы говорим что эта точка за 48 лет до рождения она определяется тот же самый принцип на калачакре в котором рождаемся мы но другой стихии мы в 12 лет его встречаем так вопрос вот как вот это неестественное зачатие 48 лет до этого вопрос а вот за 48 лет до этого все вот не так и как говорят все записано в книге суде да вот все сводится так что вот это будет зачатка вот таким образом это будет также естественно для этого нет на смотреть за 48 лет до вашего рождения был 2000 1911 год и это было начало рождения вашего сознания хорошо да ну и пусть вот и поэтому вы родились значит горжу желтого кабана пятьдесят девятом году он про ясно да нет я про то что ну да хорошо а другой вот как вот он был вот тогда задуман но рожден был или зачат был вот таким образом и он не имеет связи этого существо не имеет связь будучи рожденным на физическом плане да как объект он не имеет вот этой самой духовной связи со своими божественными основами чем потому что он не имеет потому что он не был как бы присовокуплены эти силы постепенно к его естеству господь не высмотрел получается да 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 хотя смотрите эти силы достаточно достаточно мощная в том плане что если например вот как в девяностом году корейцы решили там тысячу пар собрали и все разом значит их повенчали поженились и соответственно девяносто первом году они родили детишек но может опять кто-то не смог опять по этим же причинам потому что это искусственный был прием но предположим все договорились и никого бы не родили в желтом кабане пятьдесят девятом году все договорили товарищи рожать не будем этот год все раз сразу на узел завязали и не рожают даже а могли могли точно а энергия это осталось энергия года то существовала тогда животные родятся не прекратить вообще поток появления жизни на земле не человек так животные родятся если животных всех пресекли значит растения родятся понимаете человек что-то сделает после невозможно год лежать на печи ни одного шага не сделать а любой на шаг это какое-то делание и она обязательно закрепляется той энергией ну в поле которой свершается это действие и так все равно бы захватилась но никто бы из животных или растений не сумел бы нам рассказать о белом кабане так как расскажу желтые кабаны потому что это их основа ясно да и мы бы не узнали часть божественной природы божественного творения а люди могут сказать то что они являются сознательно проводниками этих сил растения молчат они не говорят ничего поэтому любой объект начинается на плане в двух категориях вот первый за три года до рождения это экзотерические кумары это субстанциональная энергия а вот этот чисто божественные энергии и здесь практически человек полностью реализован как проводник сознания вот давайте посчитаем вот чит наш вечный принцип до танха эта сила которая увлекла и все и она осталась это свойство пространства который привлекла на объект воплощения вот в этой точке сана энергия чистая энергия начать божественного творения которая облекает чит и тут их двое чит сознание и энергия духа через некоторое время подключает еще одна энергия копила обитель великой тайны хранитель мудрости и здесь их уже трое чит энергия духа и энергия божественной мудрости или свет этого духа уже троичное существо в этой точке за 33 года до рождения за 33 года до рождения опять фактически рождение это является распятие вот этого феномена божественная мудрость исчезает на материальном плане ясно распинается этот феномен дальше здесь их трое да а трое это уже существование реальная она облекается тончайшей субстанцией этого божественного уровня я бы сказал что это чистейшая астральная субстанция вчера в интернете разглядел один дядька говорит астральный план а это это потусторонний мир загробный мир да это вы не в интернете по телевидению да в программе четвертая программа загробный мир нифига себе как это загробный мир когда это элементалы они же с нами не составляет наше астральное тело какой-то загробный мир но вот такое представление пытается навязать или сразу бросить это все чепуха мол тыосов и спириты это все те которые остались загробный мир изучают изучая мир до рождения и какой он объективно проявлен сейчас итак вот эта тончайшая субстанция астральных сил которые становятся оболочкой для вот этой и соответственно четвертым феноменом здесь чит здесь сана здесь копила и здесь еще субстанция оболочка вот и четверичный человек да дальше он продвигается по времени за 18 лет до рождения сана сужжата это третий эзотерический кумар божественные наставники которые отдают часть своего принципа идущему на воплощение человеку потенциальная степень семисостояния сознания а по сути это проявление чит потому что он находится как раз вот на этом уровне реализации чит а это он реализованный и здесь мы уже пятеричные уже пять принципов человеке пятеричность это символ мыслителя и символ человека вот за 18 лет до рождения нерожденный человек то есть полностью сформированное сознание божественная природа которая по своей божественной сущности не принимала участие в формировании человечества до сих пор а сейчас пришло время когда все больше и больше эти принципы будут участвовать формирование духовной основы человека и соответственно все больше больше будет проявляться течение значит жизни не просто абстрактные какие-то значит там придуманные восточной там психологии принципы а сила который обязательно проявится сана в 12 лет копила в 27 лет ангел этот проявится в 35 лет сана сужата в 42 года вот первые ключевые точки возрастной психологии которые вот эта тема нам открывает почему эти возраста очень важные для начать человеческой природы конечно если вот каждый из нас подходил близко к этим принципам да или бы находился сейчас в возрасте 12 лет там 27 35 или 42 вы бы на это среагировали более остро а так пока вот на память вам легла что есть такой закон ну когда-то придет мы это все открывали накануне вот я лично для себя накануне моих возрастов и когда приходили эти возраста я уже понимал в каком я нахожусь условно говоря энергетическом окружении поле да и я видел что реализуется то есть это надо знать до того как это наступило тогда мы принимаем это все как бы естественным образом дальше этот феномен завершается и он не подробно а так вот конспективно излагаю совокупная . вот этих четырех сил тройственная сила сана является как тело духа за три года до рождения за три года до рождения тело духа вот этого человека уже сформирована это уже субстанция тончайшая субстанция духовная какой-то мере отражает силу сана красный цвет дух здесь вот он здесь тоже вне присутствия вот он сам красный и кстати сказать внутриутробно в седьмом месяце внутриутробного развития эта сила соприкасается с ребенком соответственно седьмой месяц очень важный наш период в этом смысле потому что иначе вот этот термин человек бездуховный как вот скажу без духовно вот так вот не прикоснулся это силу вот он и без духовный этот человек и что вы думаете коз за три года до рождения начинает уже складывать создавать условия для того чтобы до одежды клетки то откуда берутся вот они берутся и становятся старыми ровно на этот срок они вот этого до существа данного который должен родиться они посторонние они отсюда отсюда вот хоть откуда могут быть тонерские эти клетки энергии то ушла этого времени не зверя не этого существа понимаете который родиться должен быть срок трансформации вот этих вот секси вот духовная душа следующая сила но если говорить как в тайной доктрине это санат кумар санат от слова сана кумар божественный на наставник это сананга духовная душа за год до рождения санака частица к обозначает дух в астральной оболочке любой значит как бы любая частица духа проникая вот как метеорит летит наши плотные слои да он облекается сразу энергии абстральной астральной энергии и вот в частицах к это как раз орицетворяет санака сана в оболочке психической силы сана сананда прикасается на четвертом месяце внутриутробного развития а санака фактически внедряется в очревом матери в момент зачатия и формируется по качеству своему за год до рождения определяет словно говоря нашего от ангела персонального вся эта совокупность создает вот этого человека ведь и постепенно санака энергия побуждает к зачатию зародушевые клетки начинает развивать физическое естество проходят постепенно через стадии минеральной растительной животной и человеческой фазы развития это существо но мы говорим о формировании сознания поэтому отмечаем четвертый месяц седьмой месяц седьмого по девятый уже непосредственно мать активно формирует образ ребенка и вот он рождается по кресту от зачатия человек вмещая в себе вот все вот эти вот проводники и когда он живет он встречает последовательно проходя через эти чертоги встречает вот эти пиковые свои возраста ясно что здесь он 57 58 59 и 60 лет замыкает круг первый круг существования мы находим что человек современный живет в среднем 100 лет а если реализует божественную природу свою то может жить 200 лет два пара юга человек может жить 200 лет а если соответствует духовным своим духовной природе то может жить 200 лет трэта юга человек может жить 300 лет или 600 лет соответственно и в сати юге человек может 400 лет а если он соответствует всем законам природы то может жить 800 лет в одном теле 800 лет но мы берем средний как бы опять статистический феномен в этом смысле 420 лет срок жизни значит обычного человека 7 60-летних кругов ну мы отнимаем один круг до рождения вот вам значит 6 742 до или шесть кругов на материальном плане один круг зачем мы живем плане сознания с каждым кругом реализуем все больше и больше вот наш духовный потенциал в обратном как вот таком положении то ли и понятно в практике какие люди встречаются тоже 400 реально да такие случаи отмечается особенно на востоке лен петрон говорила что у каждого на круге времени с точки смерти но если вы оставили желание существовать прошли через неё то вы можете жить практически вечно а кто хочет вечно жить никто не хочет даже все хотят жить но вечно не не дай бог вы 30 однажды все согласны уходить поэтому зависит от нас лично сейчас бабулю нашли 105 лет ну да прошла путь до со всеми беженцами просто 105 там 150 еще не встречается но покидел махат мы живут 300 лет это их средний возраст существования за 300 лет реализуется ну условно говоря единица эволюционного импульса какого-то и они это контролируют но дело в том что видите мы же сейчас не воспримет как объективная реальность например существование коли остро на западе который вот я там был свидетелем до жизни христа и муж никто не верит потому что этого восприятия нету что человек может жить вечно вот пока мы сейчас только на вас вышли до чем поскольку вопрос задаете ну и вот я себе скажу моя вот эта . соответствует 1904 году я нашел людей рожденных в этом году в частности святослав николаевич релих он 1904 года рождения и я знаю сейчас уже историю нашего государства с этого срока примерно и я ее воспринимаю как реальная история моего существования понимаете как будто я был это с четвертого года я как будто участвовал там 1905 году в революции там в тринадцатом году и сегодняшний день стать соответствует тринадцатому года там первую мировую войну я воспринимаю как будто я в ней участвовал так в памяти отразилось да вот я сейчас о ней могу вспоминать 17 год и все прочее потому что это было время существования моего сознания вы с одиннадцатого года можете воспринимать также энергии то есть каждый вот 48 лет до своего рождения это ваше реальное существование вашего сознания у вас значит шестнадцатого года да когда бог сказал да что в терновом венце революции грядет шестнадцатый год помните блока хороший парень и так далее то есть вот это вот как раз показатель того что мы знаем только забыли об этом об этой части своего существования я повторяю эта тема дает нам возможность разобраться в двух аспектах с одной стороны вот ключевые точки возраста в реальном существовании 12 27 35 42 года да ну и дальше 57 58 59 и 60 подряд уже пошли и мы можем так определить неделю свое рождение на круге года также как и обратно крест нарисую имеем возможность определить неделю зачатия в следующей неделе черного зайца это неделя когда меня за чили черном зайца значит до сих пор я вот реализовал предыдущий круг все черного зайца свечные я заново рождаюсь на круге года это очень важно знать потому что дамы от этой недели найдем четвертую неделю рождения то есть прикосновение духовной души этот активный агент потому что вот тело духа она пассивный агент это просто наши потенциал духовные все да а духовную душу мы осознаем это наша сознательный феномен реализации эти сознание наши там живет то есть мы активно отражаем этот принцип через свое сознание этот через чувство вот это вот наш вот инструмент физического развития и соответственно мы знаем через какие принципы кала чакра мы прошли которые нас формировали а также как вот три остальных принципа три месяца до замыкания этой точки это мы тут вошли в мир так же как первые три года потом реального существования чтобы завершить свою семеричную природу в ней отражена вот это наша предыстория нашего сознания поэтому вот эту таблицу это отдельная тема я вам конспективно изложил да мы ее оставляем